По щучьему велению Я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Юля, Ольга и Татьяна. А жених у нас Александр. Я рада вас видеть. Честное слово. Я ждала вас. Проходите. Александр. 51 год. Первый брак Александра распался из-за чугунной сковородки, второй – из-за излишней честности, а третий – из-за людской зависти. Александр – преподаватель фрактальной геометрии и астрофизики. Любит спорт, рыбалку и активный отдых. Гордится умением ухаживать за женщинами. Предупреждает, что если уходит, то раз и навсегда. Александр не свяжет свою жизнь с несдержанной особой, которая не сможет оценить его хорошие отношения. Женится на открытой, ухоженной, заботливой женщине с горящими глазами. Александр, вы не представляете себе, как я ждала вас. Прямо глаза хопут у него. Ну, глаза, да, горят. Скажите, а что-то изменилось с тех пор, вот за это время, как вас показали, вы о себе рассказали? Ну, так кардинально ничего. Но, конечно, все... Я не думал, что эту передачу оказывается, что все смотрят. Я не знал. Стали за руку хватать прохожие женщины. Были какие-то события, безусловно. Звонки? Это не то слово. Оборвали телефон. А чего хотели-то? Ну, просто всем как-то увидели. Это мы не видели, что такой, оказывается, классный мужчина рядом с нами, где были наши глаза, да? Бывшие проявились? Да, конечно. И что сказали? Конечно. Даже, причем, очень давно бывшие уже, прям, о существовании которых даже забыл. Даже не ожидал, честно говоря. Не ожидал. И как вы себя чувствовали? Да нормально. Ну, а что, наоборот, это приятно, конечно. Вот так вот, кто боится к нам приходить, не бойтесь, осуждения не будет. Ну, зато опыт большой. Я бы хотела, чтобы мой бывший муж посмотрел эту программу. К сожалению, это лучше. Александр, давайте напомним вашу историю для тех, кто не смотрел эту программу. Вы были женаты. Страсть была сумасшедшая. Любили до смерти. Родился ребенок. Дочка. Да. А что случилось? Почему все время выясняли отношения? Были вот такие мексиканские страсти. А после них примирение? Естественно. Не менее страстное? И в определенном месте. А что там с чугунной сковородкой? Ну, это уже... Что за история? Ну, что там, грех отрит. Ну, изменил я ей. Изменил, да. Из-за этого была сковородка? Да, да. Но вы ведь не просто изменили, вы ведь влюбились. Или как вообще? Когда твой папа изменил, я думала, что я смогу простить. Но не смогла. И она узнала? Или вы ей признались? Нет, я тогда не признавался еще. Она сама узнала. Она нас поймала в бане. Ну, самое интересное, что когда вы женились, связь вот эта страстная с вашей женой, с первой, никуда не делась. Вы все равно с ней периодически встречались. Да. В течение 10 лет. Да. А почему не отпускала? Что это? Не знаю, это чисто сексуальное влечение. Он что, спал с двумя одновременно? И с бывшей женой, и с молодой... Он поддерживал связь с бывшей и с нынешней. Да. А если бы удалось скрыть, вот вас бы устраивала жена-любовница? Хотя если с женой такая связь сексуальная, для чего любовница? Вот здесь вы правы. Сейчас мне трудно вспомнить, почему так. Ну, скажите, да ладно, вам всего 51 год, боже мой, ну что там такого? Я помню все, что со мной было 89 лет назад. Ну, перестаньте. Конечно, мы все помним всегда. А что все-таки вам не додавала первая жена? Чего хотели добрать вот во вторых отношениях? Она, наверное, передавала. Слишком, да? А со второй была тишина, покой. Ну, была размеренная нормальная жизнь. Но вот этих все-таки страстей не хватало, да? Это было не то. Я не знаю, как это словами объяснить. Это вот... Ну, вот она проходила мимо телевизора, да? На телевизоре помехи возникали. Соответственно, вот она приближается ко мне, у меня начинает вот тело вибрировать. А от тебя вот тоже вибрировать. А от меня другая энергетика была? Ну, как это сказать? Страсть, не страсть, ну... Страсть. Ну, вот энергетика какая-то. Вот такая зависимость, да? Да, вот зависимость. Скажите, а жена вторая догадывалась о том, что вы первой похаживаете? Трудно сказать. Наверное, нет. Ну, по крайней мере, он так искренне достаточно рассказывает, да, что сейчас ходила. А потом влюбились в свою ученицу, в юную. Да, да, да. Она у меня училась. Сначала как-то просто у нас были такие отношения, а потом, ну, как-то вот почему-то она стала какие-то такие особые знаки внимания проявлять. А она очень красивая женщина, и, естественно, что я дрогнул. Да. А поскольку вы такой сластолюб, вы не стали скрывать. Только это же хорошо, это же такая редкость. Причем порядочно сластолюб. Конечно, сластолюб. Жених все это время, да. Вы женились на своей юной особе. Да, я... Почему с ней не сложилось? Первые четыре года было очень так красиво, хорошо, и... Ездили отдыхать во многие места. А потом все ушло определенным образом. У нее... Ну, здесь как бы и моя вина тоже есть, и ее, безусловно, есть. Я ее любил достаточно сильно. Но ей нужно было, чтобы я каждый день ее завоевывал. Каждый день. Она молодая, первый раз замужем. Вот. И, ну, как-то, наверное... Какая разница была в возрасте? Ну, 14 лет. 14 лет. Не так много. Вот. И я ее... А вам уже хотелось в браке больше отдыхать? Ну, конечно. То есть, ну, уже... Женщина в браке... Должна как-то иногда уложить человека на кровать и сделать с ним соответствующее что-то, да? А мне каждый раз приходилось добиваться. Вот она говорит, ты купишь мне колечко, вот как в Гузеевой? Да. Ну, нет, ну, нет. А что? Тогда не добиваться как? Нет, нужно было какие-то проявлять эмоции, нужно какие-то заводить. А почему вам не хотелось проявлять эти эмоции? Ну, в семье как-то уже, когда живешь... А что, быстренько бы это и спать? А что, куда же? Ну, думаю, дело не только в сексе или в этом? В основном в этом. В основном у нас все было прекрасно. Мы еще жили 4 года вместе, без секса. А когда она влюбилась в молодого? Вот, уже по истечении 8 лет. Ну, маленький. Ну, достаточно. Его и хватило только на 4 года. Ну, да. Больше уже нет. Вот смотрите, вам 51 год, вы умный, вы образованный. Что сами думаете о своей жизни? Почему так? Просто есть категория женщин, категория мужчин, которые не ищут легких путей. Знаете, как раньше писали анонс? Фильм о трудной любви доктора к медсестре. Вот вы человек, который не любит простых отношений. С первой все было хорошо, но нашли вторую. Потом она вас... Но вы все равно возвращались к первой. Потом у вас третья жена, и вы уже с ней друг друга не любили, она уходила. Вам разрешила изменять, но возвращалась. Вы жили в одной квартире, оба мучились. Слушай, мам, я никогда не была простой. Я, конечно, уже не принежу других конкуренток, но на 70 тонн творит. Вам девушка нужна заковыристая, которая также будет вам кровь подогревать. Как только вы чуть будете остужить, она должна что-то делать такое, чтобы вы все время были в стойке. Но не перегибать палку. Уже третья перегнула. Ну, Лариса, здесь понимаете, в чем дело. Я на жизнь-то не жалую. Послушайте, если бы вы жаловались на жизнь, вам бы Зину какую-нибудь посудомойку. Я бы сказала, а что вы хотите, 51 год? И розовы сказали, мил мой, кто тебе будет клизь выставить с уколами? Поэтому вы не простой жених. Вы красивый, высоченный, еще раз говорю, очень образованный. Поэтому жена вам нужна подстать. И вы не старый, вы молодой мужчина, у вас еще могут родиться куча детей. А, кстати, по полу детей. Вы состоятельный. Вы детей еще хотите? Дети, если будет любовь, без проблем. Сейчас посмотрим, каким он детям спокойно относится. Лучше, чтобы они были все-таки побольше. Вот, пожалуйста. Вот ваша мечта на сегодняшний день. Какая? Кто она? Чтобы глаза горели и улыбка на лице была. Ухоженная. Вы хотите ухоженную женщину? Ну, естественно. А ухоженная, значит, из них деньжат должна водиться, потому что ухоженность дорого стоит. Да недорого она стоит. Что? Вы мне рассказываете, сколько это стоит? Я научу ее, как на это тратить мало денег. Интересно, ему нравится фигуре с той, Ларисой? Это ты у нас просто по этим параметрам явно первая. Александр действительно непростой, соглашусь. Как всегда с тобой, Ларисочка, моя любимая. Подхалинка. Она просто меня любит, правильно. Она любит, красивая и умная. Моя девочка, правильно. Хочешь остаться? А что такого непростого? Я сейчас объясню. Яркий представитель знака Скорпион. Самого страстного знака. У вас помимо солнца там Меркурий, Нептон и Венера. Венера, образ женщины. Вот женщина, когда горят глаза и улыбка, это когда хочется жить и любить. Вот такая должна быть женщина. Я очень люблю умных мужчин. Люблю заглядывать им в рот. Потому что рядом с умным человеком ты сам развиваешься. И еще один момент. Луна в близнецах все-таки важна, чтобы ей было интересно с вами разговаривать, делиться. Чтобы она с вами разделяла какие-то общие интересы, какую-то информацию. Чтобы она обязательно с вами находила контакт именно вербальный. Чтобы вам было всегда о чем поговорить. Абсолютно право. Вот, кстати, ты одна из них. Чего, горящие глаза? Конечно, ты все время молодых парней. То копки, то значит... Да, а извините, я даже вон, если бы мне приплатили бы за Александра, да ты чего, с ума сошла? Почему ты его так опускаешь? Почему? Извините, он молодых хочет, это значит можно говорить? А если я хочу молодых, значит нельзя говорить. У меня на ухо про молодых не стали. А да, а он нам нельзя молодых хотеть. Правильно, Роза. Проходите, знакомьтесь с невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Александр. Я вдохновляю на великие дела и создаю атмосферу и уют. И зовут меня Юлия. Очень приятно, Юлия. Супер. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия, 42 года. Инструктор по йоге. Пишет книги о достижении успеха, ведет здоровый образ жизни, любит плавать и танцевать. Гордится тем, что пересекла экватор и покорила гору Килиманджаро. Мечтает стать многодетной матерью. Юлия 7 лет надеялась родить ребенка от мужа, но забеременела только после развода и от другого мужчины. Надеется, что с Александром сможет создать большую и дружную семью. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Да, покорить Килиманджаро, это, конечно, вы молодец. А в жизни, то есть в любви, вы покорительница или покоренная? Знаете, я в жизни творительница. Она такая фотогеничная. Да? Интересная. Интересная. Вы были замужем? Была любовь, да. Кипели страсти? Кипели страсти. А в чем была проблема? Ну, потому что немножко пошли мы в разные стороны. То есть муж мой бизнесмен, человек, который занимается бизнесом, и у него такая энергетика, энергетика более земная. А я человек, который какие-то там йога, эзотерика, то есть для него это было совершенно... Раздражало? Раздражало. Он мне говорит, что... Думал, что секта? Вот он мне прям буквально говорил этими словами. А как вы себя вели вне вот этих практик, когда приходили домой? Если вы приносили все это, оставь меня, я в Нирване, или я там улетела, конечно, будет раздражать. Знаете, как раздражало я? А если вы делили? Вот я же не дома не устраиваю, потому что вечера поэзии, серебряный век. Я готовлюсь, стираю, убираю. Ну, то есть профессия за дверями. Лариса, ну нас... А если вы стояли в позе лотоса, когда ему хотелось блинчиков, то я его понимаю. Супер. Лариса, спасибо. Блинчики были, поза лотоса тоже была, и, безусловно, я готовила своему супругу. И, ну, единственное, что когда вот пошел период этого влечения моего йогой, возможно, получилось так, что часть энергии, которую я давала ему, я ее как-то переключила. Он загулял? Изменял вам? Да. Всякое бывало, да. Она хоть и хороша. И йога, и... Криванджар. А, покорительница. Но его, да, не покорительница. Реально ему нужна. Почему вы не родили ребенка в браке? Ну, вот как-то не получилось. Не получилось? А хотели? Очень хотела. И он хотел больше, или вы? Ну, знаете, было по-разному. Какой-то был период, что он был не готов, какой-то был период потом, что я не готова. А вы считали, по какой причине вы не беременеете? Просто не было желания или какие-то проблемы? Ну, то есть изначально не было желания у него, потом как-то я уже, ну, мне было как-то страшно. Когда в семье нет гармонии, тогда появляется йога, кружок рисования, макраме, все что угодно. Это называется лишь бы как моя мама. Все немыслимые, мыслимые повышения квалификации у университета марксизма и ленизма. Мой покойный отчим закрывал ее в доме, и она вылезала в форточку, понимаете? Моя мама. Она все время училась, потому что ей хотелось убежать из дома. Она убегала. Вот так и вы. Ничего в этом нет необычного. И когда вы развелись, вы встретились с мужчиной, он был практически случайный, да, когда вы забеременели? Ну, у нас была страсть, да, такая, более, ну... Ну, не более. То есть вы планов таких громадью не было? Практически, да, мы практически не расставались. Вот был такой бурный роман. И потом вот, да, пришла прекрасная дочка. Тем не менее, все равно, она же родила, пусть даже не в браке, пусть после брака. И слава богу. Вам 42, и вы хотите многодетно еще маму побыть? Знаете, я, да, абсолютно точно. Сколько вы детей хотите? Я чувствую большой потенциал на рождение детей, и моя дочка это то, что меня вдохновляет, то, что... Сколько детей вы хотите? Сколько бог пошлет, чем больше, тем лучше. Что, если 5 пошлет, значит 5 будете? Юлечка, 42 года вообще просто. Ну, какие дети? Ну, хотя бы еще одного ребенка вполне есть. Сейчас очень многие женщины рожают только после 40. Да. Зачем? Ну, просто я самая лучшая мама на свете. И дети у меня очень хорошо получаются. Во-первых, сколько вашему ребенку? Да, моей дочке 6 лет. 6 лет? Вы ее так родили уже практически последний вагон. И мой биологический возраст, он гораздо моложе. Что вы хотите доказать? Вот для кого вы хорошо выглядите? Для кого в такой форме? Я вдохновляю людей, я вдохновляю мужчин. Мужчины, которые со мной общаются, они... У них получается, что вот когда мы с мужем с моим начали жить, он не был ни миллионером, то есть у него, ну, как бы, был такой... Для себя не хотите пожить? Для себя? Не для социума? Хочу. Она говорит, я вдохновляю. Для вдохновения. Я не хочу никого вдохновлять. Для себя. Вот, посмотрите, перед вами взрослый, адекватный, 51-летний, умный мужчина. Вы как считаете, нужно? Все. Я просто не стал перебивать. Очень много вопросов на самом деле. Просто вот что касается детей, Юлечка. Вот у меня на работе вот сейчас две девицы 30-летние сидят, и вот они рассуждают. Одна, другой говорит, нет, в этом году я рожать не буду. Я буду рожать в следующем году. Я не выдержал. Я говорю, кто тебя спрашивать будет? Это дает Бог. Я абсолютно согласна. И прислушивается, о чем разговаривают его сотрудницы и коллеги. Майонез Махеев – это отборные желтки, премиальное подсолнечное масло и лимонный сок. Он отлично подходит нашим любимым блюдам. Махеев. Вкусно каждый день. Наша невеста Юлия – яркий представитель знака Лев. Солнце, Марс, Меркурий находятся в этом знаке. Человек уверен в себе. Человек действительно творческий. Она всегда будет чем-то заниматься. Это может быть йога, это может быть астрология, это может быть танцы. Это может быть что угодно, но эта женщина никогда не будет сидеть дома. И дети – это один из способов творчества. Именно не продолжение рода, а творчество. Все-таки она очень красивая. Я не могу ничего сказать. Мне она очень нравится. Я знаю, что вам нужно приготовиться для сюрприза. Вы пока переодевайтесь, а мы вам косточки сейчас будем здесь перемалывать. Интересно, какой сюрприз она покажет? Если она занимается йогой, то может быть она что-то из йоги покажет. Девочки, а чем она зарабатывает йогой? Да, у нее есть свои практики, частные клиенты. Потом она ведет какие-то определенные тренинги, она чем-то занимается. Она на самом деле очень творческий человек. И на самом деле я хотела про Юлю сказать о том, что на мой взгляд, конечно, ей не хватает такого мужчины, который немножко возьмет ее в ежовую рукавицу. В том плане, что он действительно очень творческий человек, но ей не хватает, знаете… Девочки, вы поймите, что если женщина сильная, с ней не будет сильный мужчина. Сильный мужчина будет только с той, которая слабая. Потому что он будет проявлять ее согласно. Я-то вообще-то сильная женщина, но она готова быть слабой, если вы сильнее меня, то для вас я буду самой слабой и нежной. Я… Не знаю, Лариса, у меня слабое впечатление, что женщина очень не глупая. Вот. Сильная она там или слабая – это вопрос очень, знаете, понятие силы очень растяжимо в человеке. И многие, кстати, ошибочно считают сильного, заслабого и наоборот. Послушайте, то, что здесь написано, просто глупость черным по белому. А мы сейчас будем высасывать, что какой-то… Нет, наоборот, пусть она себя увидит со стороны. Давайте не будем. Посмотрим на сюрприз лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, она очень красиво двигается, но… АПЛОДИСМЕНТЫ Но лучше бы она вышла бы о я. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Девчонки, проходите в свою комнату. Мне кажется, как-то очень жестко с тобой вышли. Александр, слушаю вас. Вы знаете, мне нравится вот то, что она, вот ее увлечение, мне это очень нравится. Скажите, что у вас теперь эрогенный зон интеллект у женщины. Да. Ну и глаза, конечно, безусловно. Но она на вас так смотрела зазывно, так она просто... А как на шпагат, конечно. Ну да, это впечатляло, потому что я когда-то тоже садился на шпагат, но это было очень давно. Произвела впечатление? Да, произвела впечатление именно своими вот... Ну, она вообще красивая женщина, ну, и своими увлечениями. Да, ты очень красивая, ты шикарная. Потом, когда мы там стояли, вы знаете, я сначала почувствовал ее запах, а потом уже увидел ее. А для вас это важно? Это для меня очень важно. Роза. Ну, если мужчина по запаху выбирает, я-то здесь при чем уже... Вот, значит, он верит тоже по запаху. Да, люди сходятся по запаху. У вас есть три бонуса. Семейная тайна, общение наедине и скелет в шкафу. Что вы выбираете? Семейную тайну. Юля, хотелось бы узнать. Пройдите к нам. Что за семейная тайна? Ну, во-первых, это то, что... У вас у всех по женской линии большая грудь и узкая талия. Семейная тайна. Семейная тайна – это то, что если мы создаем союз с мужчиной, то перед тем, как создать этот союз, мужчине следует подарить дорогое кольцо. Мужчине? Да. Или мужчине? Мужчина – женщине. Хорошая тайна. Традиция, вот! Традиция, прекрасно. Это еще не все. Это не все. И при заключении союза семейного обязательно будет брачный контракт. То есть и бабушка ваша брачный контракт подписывала традиционно, и мама в 1972 году. Это еврейская традиция, и это три составляющие, четыре составляющие еврейской свадьбы. А вы аидыши? Аидыши, да. А, будете рождать, как Сара, до 1986. Так что да, я тоже, я… А что в контракте? В контракте обязательно… Самый главный пункт. Ну и что, контракт и контракт главный пункт. Самый главный пункт, ну помимо того, что там описывается, как мужчина содержит женщину, какие, ну там вот все эти вещи, также там описывается момент развода. Если мы разводимся, то… При каких условиях, то описывается, ну, стоимость, которую мужчина оставляет. И обычно эта стоимость очень большая, поэтому практически в наших семьях не бывает разводов. Спасибо, проходите. Что-то мне не понравилось, по-моему. Ну, вы в шоке, конечно. Встречайте невесту. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Вы здесь не впервые. Это характеризует вас как смелого человека. А я очень волнуюсь. Думаю, что вы мне поможете успокоиться. Конечно. Не волнуйтесь, Оля. Пойдемте. Ольга 45 лет. В прошлом хореограф, сейчас инспектор фармацевтической компании. Увлекается литературой и кинематографом. Мечтает увидеть северное сияние и поплавать с дельфинами. Гордится хорошим здоровьем и силой духа. Ольга 8 лет пыталась понравиться свекровью и нелюбимому мужу, пока однажды чуть не убила его молотком. Надеется, что с Александром сможет обрести гармонию. Да, Ольга, у вас много общего с женихом моего. Чуть было не убила жена сковородкой. Вы бедолагу мужа молотком чуть не порешили. Нечаянно. Как это случилось? Если вы выходили замуж без любви, зачем выходили? Что-то много вопросов у меня к вам. Я выходила по любви. Но я тогда думала, что это любовь. Перепутала любовь и страсть. Страсть – это болезнь. Вышла я замуж по болезни. Можно сказать так. Ну, немножко у него что-то как-то... Ну, изменилось. Глаз заблестел. Он не только заблестел, у него мимико поменялось. Мимико поменялось. Мягче стало в лице. У вас был парень, вы его проводили в армию. Да. Мы дружились. До детства. Да, нуждать оказалось слишком накладно. Вы встретили... Ну, правда. Это бывает другого парня. Нет. Я продолжала любить и первого парня. К сожалению, получилось так. Я тоже в молодости любила пять человек одновременно. И жила я в таким каким-то, может быть, и неправильным принципам. Первому парню я обо всём рассказала честно. Написала ему письмо. В армию? Да. По своей глупости чего делать было, конечно же, нельзя. Но это я понимаю сейчас. Тогда я думала, что это будет честно и правильно. Да, парень тоже был странный. Он сказал, ну ладно, пока я служу, ты там с ним в страсях-то пока... Ну, не так, конечно, сказал. Покипи. Он заслужил отпуск, пришёл в отпуск. Мы устроили круглый стол. Сели, поговорили, решили, что никаких, ну, в общем, как бы сказать, никаких таких поступков быстрых мы совершать не будем. То есть он уходит дослуживать там, бедолага, а вы будете отсыпаться вот с этим, с которым страсть. Ну, наверное, так это и выглядело. Забеременели, как это водится. А раз забеременели, надо замуж. Нет, ни в коем разе. Сначала я ничего не говорила, потом я ему призналась. Замуж я не хотела, у меня никогда не было цели выйти замуж. На самом деле, у меня вот тупо, Джейн, у меня здесь по ноге, и как бы она мудрости набралась, это явно будет. Ну, в общем, вышли замуж, проплакали в ЗАГСе. Да, проплакали. Ребёнок родился. Родился ребёнок. Что-то изменилось в отношениях с мужем? В принципе, изменилось ещё до рождения ребёнка. В какую сторону? Он изменил мне первый раз сразу же, ещё после того, как мы подали заявление в ЗАГС. Изменил? Изменил. И признался мне об этом сам. Да. Это вам соперницей, как думаете? Да. Она может быть мне соперницей, потому что она другая, она абсолютно другая. Она более мягкая. Естественно, я в силу своего характера это не терпела. Были большие скандалы. Дрались вы ему пощёчили, но он вам. Ну, я ему пощёчила. Ну, дрались, это уж очень громко сказано. Свекровь меня обвинила в том, что я избиваю её сына. У тебя, боже, бедный мальчик. Ну, конечно, кому это приятно. Но это никому не приятно. А то, что беременная женщина, причём с таким характером, неравновешенным, эмоциональная, ждёт, пождёт, Это никому не уравновешенное. Ну, да. Ну, на тот момент я... Тогда, конечно, это было не принято говорить о том, что там какие-то депрессивные дела при беременности и так далее. А что, прям они были, да? Да. Очень и очень. Я должна всё контролировать постоянно. Человек должен... Я должна знать, где он находится. Я должна всё держать под контролем. Она хороша тем, что она признаёт ей свои достоинства. Она показала свои достоинства. Да, не только себя. Вот я, я, я хорошая. Да, но она и признаёт свои недостатки. Вы по запаху его находили? Да. Находила его по запаху, когда он уезжал. Как скажите, как это? Были времена такие в нашей семье? Вы говорите, что вы превратились практически в собаку. Да. Я его могла вычислить, где он находится, вообще находится ли он рядом или нет. Вот это да. Приклада такая. Чего? Я никогда не пойду искать своего мужчину. Да, кстати, зачем? Это мне совсем не надо. Однажды встретив его на улице, в очередной раз, когда он жил у себя дома, уходил он очень часто, и мне ёкнул сердце, что сегодня что-то должно произойти. Вечером я надела спортивную форму, кроссовки, вышла на охоту, нашла его в квартире одного человека, где он был с дамой. Дверь вам не открывали? Дверь мне не открыли? Да, ну я её сломала, да, чуть не снесла. Время было в первый час ночи, никто из соседей не вышел. Ну, тем не менее, не пришлось. Чего добиться хотели? Хотелось войти и просто надавать всем оплеух. Моё достоинство настолько не опустится. И развелись. Я ушла. На тот момент я уже училась в институте, и, может быть, мне это помогло как-то взглянуть на себя со стороны, что я не самая последняя женщина на свете. Что я вообще просто женщина, а не так себе. А вы когда жили в браке, вы говорили мужу, что он самый лучший, любимый, единственный. Какое счастье, что я вышла за тебя замуж. Нет, конечно. Я вообще не могла на него надышаться. Да, конечно, нет. Вы проплакали в ЗАГСе всю дорогу. Вы его не любили, замуж не хотели. Но хотели любви по отношению к себе и обожанию. Не соглашусь. При этом, не любя, вы хотели, чтобы был абсолютный контроль. Но это так выглядит со стороны. Вы так поняли. Нет, не со стороны. Это всё с ваших слов. Всё с ваших слов. Я не придумала ни одного предложения. Сейчас я это называю нелюбовью. Сейчас я понимаю, что это была страсть. Я не могла без него дышать просто физически. Когда он уходил на работу, я укладывала ребёнка спать и бежала. А может быть, я внутри чувствовала, что что-то меня ждёт очень плохое. Вы сами себе противоречите, дорогая моя Ольга. Вам 45 лет, уже можно называть все вещи своими нами. Ну, теперь-то я их так называю, а вы делаете совсем другие выгоды с моих слов. Да. Дрались невыдержанно, молотком чуть не убили, ремонт шёл. Ну, если бы меня ударили, я должна стоять и смотреть на это? Ну, вы же его вывели. Каким образом? Вы не дождались его, стали сами прибивать эти плентуса. Он пришёл и сказал, Оль, ну не бабье это дело. А как это было? Ремонт сделала я, и уже осталось прибить плентуса. Я говорю, ну, пожалуйста, ты в конце-то концов можешь приложить свою мужскую руку? Да, он согласился прийти, уже на всё готово начинать эти плентуса прибивать. Ну, вижу, говорю, слушай, ну давай попробуем по-другому, немножко тут не так. А откуда ты знаешь как? И он меня просто этим плентусом ударил. Всё. Я тебе скажу так, если будет любовь, страсть, уважение, доверие, он не будет никуда ходить, ему будет всего хватать в тебе. И вы на него замахнулись. Да, я подбежала и очень сильно замахнулась. И это было, конечно, доли секунды, я поняла, что сейчас голова разлетится на мелкие кусочки, и просто Бог меня от этого отвёл. Я замахнулась так сильно, что себя поранила, голову пробила. Это меня остановило, потекла кровь, он выбежал на улицу. Но я благодарна своему сильному замаху, он меня остановил от этой беды неминучей. Ребёнок остался бы сиротой, я бы сидела. Юль, послушай, мы замужем женщину. Люди меняются, девушки, мужчины не меняются вообще. Давай поженимся теперь в вашем мобильном, наберите 0736, Роза и Лидия дадут вам совет в любое время. Мы уходим на рекламу. Майонез Махеев с лимонным соком. Махеев. Вкусно каждый день. Вот перед вами достойный, достойнейший мужчина. Вот такие страсти, о которых вы рассказываете, может быть хороши до 23 лет. Дальше это выглядит смешно и жалко. Меняйтесь, ладно? Что ты хотела там по звёздам добавить? Я хотела сказать, что Солнце, Меркурий, Нептун в знаке Скорпион, Марс в знаке Козерога, Луна в Деве. Человек очень сильно сконцентрирован. Причём вот эта вот сила концентрации, она направлена на партнёра. Вот этот вот контроль постоянный. Вообще это большая мука, когда тебя таким образом контролируют. Когда тебе не дают расслабиться. При этом человек выражает вот эту вот внутри накопившуюся вот эту вот энергию невозможную, вот эти вот сжатые пружины, она выражает через движение, через физическое движение. Сюрприз покажете? Да. Вообще платье красивое. Мне нравится. Традиции рождаются. Приметы появляются. И в современном мире масса примет. Кто-то красные трусики вешает на люстры, чтобы были деньги в доме. Да. Кто-то забирается чуть повыше и впрыгивает в будущее, оставив с собой прошлое. Так вот мы сейчас с вами придумаем новую. Держите. Слушай, слушай, смотри, как здорово. Разбивать нужно то, что вы не хотите брать с собой свое будущее. Я разбиваю измены и в будущее их не возьму. Вот это она правильно сделала. Молодец. Молодец. Да у меня, в принципе, устраивает свое прошлое. Оно хорошее было? Не хочет быть тарелки. Не наша судьба. Ну, просто она нас всех устраивает. Но то, что вы не хотите, чтобы у вас повторилось. Злоба, наверное. Мне не нужна злоба совсем. Отлично. Ко мне отлетел кусочек. Спасибо большое. Полмира руками едят, а вы тут гуляете. Долетел? Проходите, свалку. Конечно, долетела. Спасибо большое. Сейчас нас разложат по мелким-мелким кусочкам разберут. Тихо, давай послушаем. Александр, а мне кажется, что Ольга, как и вы, легких путей не ищет. Вы прожили какую-то сложную, запутанную жизнь, когда можно было то же самое все разрешить более легкой дорогой. И она колотилась в страстях, Ольга. Ваша женщина просто. Вполне возможно. Роза? Я вот все переживаю, жалко. Вы знаете, все-таки к концу, ну не к концу жизни, но к старости, скажем так. Вы еще не старые. Младше себя. Да. Надо как-то уже с недвижимостью, чтобы старость такую небезбедную встретить. А у вас что-то все хуже и хуже. Почему? Ну сейчас распилите свой дом, у вас будет квартирка. А потом, если вдруг разбежитесь, что у вас вообще останется? Кто за вами ухаживать будет? Вот как-то не хотелось мне это. Знаете, я вообще-то еще работаю. Ну что вы говорите, моя дорогая? Сейчас я вам рассказала про свою здесь недвижимость. Что он у меня есть. Спросил бы, я бы тебе сказала. Лидочка. Ольга действительно похожа на Александра, потому что вы одного знака зодиака и несколько планет. Как у вас так у нее находится в этом знаке? Она тоже скорпион. Она тоже скорпион очень сильный, но у нее есть вот эта вот страсть. Но страсть не сексуальная, а страсть и сила физическая. Ей обязательно нужно бить тарелки, ходить в физкультурный зал. Ну не, ну пускай бьет, но только бьет, но как-то чтобы меня это не касалось. Ну если вы ее разозлите, а она, конечно, умеет злиться и как бы накапливать эту энергию. Что-то хорошее вообще можно про меня сказать? Или ничего хорошего я из себя не представляю? У вас осталось два бонуса. Минута наедине и скелет в шкафу. Минута наедине. Не боитесь? Пожалуйста. Нет, я уже... Мы вас будем ждать с нетерпением. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте, Оля. Присаживайтесь. Что ж такие страсти сильные? Не знаю, может быть, потому что под таким знаком родилась. Я тоже такого же знака. Но мужчины несколько отличаются от женщин-скорпионов. Эту энергетику нашу лучше реализовывать... В мирное русло направить, да. В сексуальное русло, да. Да, согласна. Слушай, а что это я так и не поняла? Что это за наука такая, астрофизика? Чуть-чуть он, чем он занимается? А тебе зачем, Рос? Нет, ну вдруг пригодится. Денег мало. В хозяйстве. Денег мало. Читают лекцию, и лекция стоит 576 рублей. А что это связано с астрологией-то? Ну, мне скажете только астрофизика, что конкретно. Ну, конечно... Астрофизика. Нет, не это, Роза. Нет. Ты думаешь, физика-то такой, что ты уходишь в астрал от кайфа. И это другое совсем. Нет. Я думаю, что там какие-то реальные... Дело в том, что астрология-то больше символические какие-то моменты. Знаете, у нас была такая ситуация, как-то я увидела или прочитала где-то о том, что семья – это крест, который несут двое. Я ему об этом сказала. Он мне в ответ... Ты знаешь, давай ты его понесешь, а я пойду рядом. Ладно? Ну, это, конечно, передергивание. Это естественно. Но мне кажется, что вы как-то вот считаете себя во всем правой. Есть такой грешок. Ну, не во всем, но во многом. Я принимаю решения, но я сомневаюсь. Я взвешиваю. Я со всех сторон эту ситуацию прокручиваю. Ну, лучше же согласовывайся в свое решение. Александр, у вас осталась одна секунда. По-моему, она его съела. Потому что меня не отпускает. А по-моему, он уже... Все, он не жилец. Не выходит. Еле... Как-то вы побледнели, Александр. Или все нормально? Да нет, все в порядке. Не зря сходили? Вроде же... Не зря, не зря? Да, конечно, не зря. У нас есть еще одна невеста. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Александр. Меня зовут Татьяна. Вы пришли именно за мной. Посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна, 50 лет. Главный бухгалтер в коммерческой фирме. Любит вязать и готовить, посещает бассейн и тренажерный зал. Мечтает поменять мебель в квартире. Предупреждает, что не примет мужчину, который говорит или пишет с ошибками. Возлюбленный Татьяна называл их общую дочь шедевром, но жениться не обещал. Надеется, что Александр способен на мужские поступки. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая вы капризная. И ребенка шедеврального вам мужчина подарил. Еще и жениться после этого на вас был должен. Да. Я об этом мечтала. Мечтала. Видишь, люди мечтают, чтобы вообще замуж выйти. Конечно. Но это хорошая мечта. Хорошая мечта. Вы знаете, у меня столько вопросов к вам, что как-то присутствие вашей несовершеннолетней дочери меня будет смущать. Мы можем попросить ее, чтобы она ушла. Я бы хотела попросить, если вам не сложно. Спасибо большое. И племянницу тоже. Пожалуйста. Я впервые себе позволила такую вольность, но уж очень у вас биография интересная. Что вас смущает в моей биографии, Лариса? Ну, во-первых, откуда появилась девочка? Кто тут был мужчина? Это был мужчина, которым я познакомилась в поезде Ростов. Москва-Ростов. Как выяснилось, он ехал к своей гражданской жене. И у него там был маленький ребенок. А я ехала домой. Обменялись телефонами как-то? Мы обменялись телефонами. Я приехала после отдыха домой. И он меня названивал. Названивал какое-то время. Наезжал. Но меня это не привлекало. Я училась, работала. И мне это как-то вот... Но ребенок родился? Ребенок родился значительно позже. То есть все это время он заезжал? Да. Периодически. Сколько лет? На протяжении нескольких лет. Ну, судя по тому, что вам 60, а девочке 16, в 34 года. Мне 50. То есть 50, а девочке 16, в 34 года. Неполных 34 года Даша появилась. Угу. Замуж не звал? Нет. У него это был уже второй гражданский брак. И первый брак у него был официальный. Ну, девочке обрадовался, раз назвал ее шедевром. Я не могу сказать, что это была большой радостью, но он очень мне помогал в тот момент, потому что это было счастливое время для меня. Ей хотелось большего, правильно? Потому что хочется засыпать и просыпаться с этим человеком. А потом вы узнали, что у себя на родине в Балашихе... У него уже еще есть другие отношения. И вы на этом поставили точку? Да, я никогда не думала, что я... Он удочерил, дал фамилию? Нет. Но у вас появлялись периодически мужчины сердце? Да, я отношусь к разряду людей, которым важно человеческое общение. А мужчины смотрели чаще всего на меня, как на объект сексуального влечения. А вы на них разве не смотрели, как на объект сексуального влечения? Вся ваша подача, то, как вы одеты, то, как вы смотрите, говорит о том, что для вас это на первом, втором и третьем месте. И я думаю, так было всегда. Или только сейчас? После 40 лет я поняла... Называется «Прорвало»? Да. Как Роску? Понятно. То есть вы прям сестры. Татьяна, скажите, пожалуйста, и вот у вас растет дочка, мужчины появлялись в вашей жизни? И были страхи, и были увлечения. Но дочка была в курсе. Когда-то была в курсе. И в последнем общении, вот уже сейчас, когда она повзрослела, и был разговор более близкий, она мне припомнила о том, что у меня был эпизод в моей жизни, когда я жила с мужчиной, я привела его домой. И это опыт был не очень удачный. И она вам припомнила что? Вот что она вам сказала? Мои сексуальные отношения, которые она подсмотрела. Вы не закрылись или не считали? Нет, я думала, что она спит. Это было ночью, глубокой ночью, и она была... А квартира маленькая, стены. Двухкомнатная квартира. Стены, естественно, да? И вы себя не сдерживали? Я достаточно эмоциональна. Да какой бы она сама эмоциональна ни была, рот надо было тебе пластырем закрыть и подушкой. А вот вы на сайтах знакомств, очень такой активный пользователь. А какой у вас этот, как он, ник называется или кто это? Ну, псевдоним. Я не выступаю на сайте под псевдонимом. Мне не стыдно сказать, что я хочу мужчину, что я ищу мужчину для себя, для своей жизни. Есть сейфы, куда мы прячем взрослые истории, которые не то что детям, подросткам, а даже взрослым. Только потому что они наши дети. Туда вход запрещен, понимаете? Но мы взрослые тетки, мы с вами общаемся. А девочка, вот сейчас бы она здесь сидела. Пульсового цвета или уже... Да. Знаете, я не считаю, что я чем-то травмирована. Я считаю, что я воспитана своей мамой самым наилучшим образом, который возможно бы в этой ситуации. И я вырасту очень, наверное, уверенной, но в то же время мудрой женщиной. Но вы пока не выросли. А что вы пережили? Очень много... Мой подростковый максимализм... А кто причиной был? Я считаю, что слишком резко вылез мой характер, и это повлияло. Но девочка такая раненая, мне кажется. У вас есть парень? Нет. Он был, но у меня не заладили с ним отношения. Почему? Я, наверное, была слишком взрослой для... Как для ровесника. Для своего возраста. Да, и мне очень часто говорят... А вы с мамой его познакомили? Нет. Умная девочка, посмотри. Если бы мама не занималась, разве бы она была такой? Хотите мужа? И какого хотите для своей мамы? Мужа, который бы позволил ей иногда быть настоящей такой нежной, хрупкой женщиной, а не леди, а не той стойкой основой, которая чаще всего она бывает. Вам нравится, Александр? Да. У меня, знаете, такая небольшая моя, наверное, может быть, подростковая фенечка, я люблю высоких людей. А, кстати, он мне, знаете, почему еще? Он обмалчивается. Он не проявляет активную позицию. Он бы мог задать вопрос. Если мама будет очень влюблена, а вам мужчина не будет нравиться категорически, что будете делать? А знаете, прокусите себе губу, или чтобы мама была счастлива? Или у вас начнется второй виток такого подросткового максимального? Сейчас я понимаю, что я очень похожа на маму тем, что я ищу компромиссы. И я уверена, что я сейчас, на данный момент, я настолько, не то чтобы взрослый, но умный человек, и я же могу найти компромисс как с собой, так и с мамой, так и с тем, и с мужчиной, которого она выберет, и в которого ей будет нравиться. Потому что я бы хотела видеть свою маму еще более счастливой. Понимаешь, вот она говорит, вот это, да? А я не верю. А покажите сюрприз. Я хочу пригласить вас на танго. Если позволите. Конечно. Танец, танец. А, так, надо вспомнить, что такое танго. Ну, она будет вас есть и вспомнить. Я тоже не большой специалист, но мне очень хочется с вами танцевать. А, ну, пожалуйста. Сюрпризный невест постоянно его вводят в табуншок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И что? Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, девчонки. Проходите в свою комнату. Забирайте маму. Плохо быть эмоциональным человеком. Да все хорошо. Мне хотелось этой розы просто... Александр, вам было комфортно танцевать? Нет. Почему? Но я видела, как всеми чреслами Татьяна к вам льнула. Вы знаете, я был на этих сайтах знакомств уже все время. Ну, сейчас я оттуда вышел. У меня сложилось впечатление, что там просто люди, они укушенные жизнью. Но если вы на наш сайт пришли, двоеточка.тв... Нет, ваш сайт, да, я видел. Что скажете о Татьяне? Ну, каждый получает в жизни то, что он получает. Испугались? Да, Саш? Нет, я не... Нет, почему? Я... Меня уже мало чем можно испугать в жизни. Все еще я могу сказать. И так все понятно, если он испугался танцевать уже, а про другой вообще молчал. Ну, я могу добавить, что солнце Меркурия в знаке близнецы есть некая легкомысленность. И вот хочется быть долго молодой, оставаться действительно, быть девочкой беззащитной. Действительная женщина, недолюбленная луна, в ольве говорит о том, что хочет быть в центре внимания, хочет нравиться. Этого не хватает, и, видимо, из-за этой нехватки получается вот такое обостренное желание иметь это плотское какое-то тепло, плотское любовь. Да, пожалуйста. Но я не веду себя вызывающе, и ты это прекрасно знаешь. Александр, у нас остался бонус, скелет в шкафу. Нет, это ужасно. Он мне понравился. Но немного закрыт. Александр, выступил выбор. Я рада, что никаких сватов с вами нет, потому что вы умнее, чем все сваты вместе взяты. Поэтому давайте как-то сейчас решаем, к кому вы пойдете, кто вас осчастливит. Мне очень понравилась Юля. Мне понравилось, что она занимается йогой. Это очень важно для меня. Это, в принципе, я тоже сейчас, правда, не знаю, но пробовал. Я знаю. Смотри, каким с умным лицом говорит. Она только вышла. Роза мне говорит, ставку делать будем, с кем он выйдет. А ты не скажешь о вас, я понимаю. Нет, здесь есть одно но. Вот, да, ну понравилось, да, понравилось ее увлечение, понравилось, как она себя держит, понравился ее запах. Ну, танцует она не вожнецке. Я не разбираюсь. Это не имеет никакого значения. Запах женщины – это уже все. Когда-то она успела почувствовать мой запах. Ну, ты не проходила. А я знаю, что для меня сегодня тоже это очень поучительная программа. Правда. Вот когда три ярких таких образа женщины приходят, я, знаете, я тоже мужчинам что-то начинаю сочувствовать. Мы, извините, с возрастом тоже не ахти. И я теперь понимаю, почему на молодость тянет. Ой, девочки, что я... Волнуешься? Ну, да. Значит, не просто так. Нет, он интересный, но я же не... Слушай, ну, с другой стороны... Ну, дайте ему шанс. Ты же сразу так отказываешься. Ты же не обязана, знаешь, что надо выходить. Юлия и вы – наикрасивейшая пара. И я была бы рада, если бы вы вместе вышли. Но будут обязательно, потому что ей 42 года, а вам 51. Конечно, будут «но», придирки и так далее. Нет, нет, здесь дело даже не в этом. Попробуйте. Попробуйте. Вот, смотри, они за тебя. Можно ему сказать, что у него геройного романа. Александр, из этих трех претенденток, в принципе, вам никто не подходит, скажу честно. Вот. Я вам могу дать один совет. Вот эта вот вся страсть и все, что это было в молодости, немножко отходит на второй план. Вот чисто внешне Юли вот такая черные волосы, водная стихия, она внешне похожа на вот тот типаж, который вам нравится. Но обращайте внимание на интеллект. Да, да. Но она девушка меркантильная, и мы все это заметили. Да, понятно. Есть еще несколько секунд, которые вас отделяют от девушки, либо есть четвертая комната, где вас никто не ждет. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Меня зовут Анастасия, мне 24 года. Я работаю секретарем. Очень хочу встретить молодого человека для совместной жизни, для связания улз. Я очень тебя жду с нетерпением. Надеюсь, мы встретимся и полюбим друг друга. Давайте поддержим Александра. Выходите все из комнат. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас сегодня нет пары. Если вы одинокий или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, позвонимся. АПЛОДИСМЕНТЫ И откуда вы, добрый человек? Из села Нехлюдова. А вы сама откуда вы? А я же семейный бюджет блюдила. Тихо в лесу, только не спей в барсу. Не надей же просто, это бабы дуры. Я поцелую мель, которым буду защищать вас. Мне надо позажигательнее. АПЛОДИСМЕНТЫ Он как сын, который вырос. Его надо отпускать. Расслабилась пришла. Первый канал. Надушники, сидите, королевы. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова